А вы знали, что на смартфон можно сделать вот такое фото? Посмотрите, что может пиксель. На самом деле я вас немножко обманул. Это фото на iPhone 11 Pro. А вот пиксель при тех же условиях может вот так. Как это стало возможным, сейчас будем разбираться. Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Истишев. Поехали! Представьте классического астрофотографа. Это человек со штативом, с хорошей дорогой камерой, желательно полнокадровой, находящейся где-то далеко от цивилизации. То есть с минимумом светового мусора вокруг. И с багажом знаний и умений. Все это позволяет ему создавать вот такую красоту. Настоящее искусство. Но сегодня все больше сложных вещей становится простыми. И с тем же пикселем каждый может стать немного астрофотографом. Но для этого все равно понадобится какой-никакой штатив и темнота. Остальные же пункты можно вычеркнуть. Вот несколько кадров на пиксель. И сейчас я расскажу, как их делать самому и как все работает внутри. Смотрим до конца. Спойлер. На самом деле это может почти каждый Android-смартфон. Но вернемся к подготовке к снимку. Почему я так часто твержу о темноте? Потому что это важно. И как часто вы видите звезды, живя, например, в Москве или в другом крупном городе? Даже в безоблачную погоду максимум, что можно разглядеть, это ковш большой медведицы. И то не всегда. Остальные звезды не видно из-за огромного количества света, который выделяют города. Так что Google Maps для астрофотографа это сайт Light Pollution Map. И там по карте светового загрязнения можно понять, насколько далеко нужно уехать от МКАДа, чтобы хоть что-то получилось. Подготовку закончили, штатив нашли, темнота есть. Но не забываем про погоду. Облака тоже могут все испортить. Я, например, несколько дней ждал погоды, чтобы хоть что-то снять. Но теперь давайте разберемся в самом главном. Как происходит вся магия. Но если в камерах чаще всего идет работа с длинными выдержками, а решающими факторами могут стать оптика и размер матрицы, и уже постобработка на компьютере, то астрофото на пикселе имеет немного другие принципы. И главное, все должно работать на автомате по одному нажатию. Google называет это HDR Plus на стероидах. То есть технически это развитие не ночного режима, а скорее разновидность стандартного режима фото для обычных дневных снимков, что само по себе забавно. Для тех, кто не смотрел наш подробный разбор технологии HDR Plus, напоминаю, в этом режиме делается несколько снимков с короткой выдержкой. И, по сути, недоэкспонированных. Потом они объединяются с усреднением цвета каждого пикселя, что позволяет убрать шумы и подтянуть тени. И вуаля, мы получаем чистую картинку с большим динамическим диапазоном. Режим астрофтографии делает примерно то же самое, только выдержка каждого кадра может достигать 15 секунд, а кадров таких может быть до 16 штук. Суммарно это дает как бы выдержку в 4 минуты, и за это время смартфон может поймать много света, даже тот, который не виден для глаза, например, от далеких звезд. Но чтобы все заработало, телефон необходимо надежно зафиксировать на стативе или просто куда-нибудь положить, иначе режим не включится. Да, в настройках камеры нет какой-то отдельной настройки или специального режима, тогда как это работает? Если камера находится в ночном режиме, смартфон сам определяет, что его как-то закрепили или поставили на штатив, и появляется соответствующее уведомление, что включен режим астрофотографии. Вы скажете, что это не серьезно, если снимать целых 4 минуты, то любой смартфон в ночном режиме сделает крутой снимок. Но это не так. Дело в том, что у всех цифровых матриц, но особенно у маленьких есть большая проблема. При длинных выдержках многие пиксели на матрице, условно говоря, перегреваются и превращаются в белые точки, которые в нашем случае довольно сложно отличить от настоящих звезд. И может быть, в некоторых компаниях бы решили, да так даже лучше, больше звезд на небе. Но команда Google Cam пошла другим путем. Они вычисляют математически горячие пиксели, исключают их и оставляют только звездочки. Итак, мы получили много света, удалили горячие пиксели, осталось дело за малым, объединить все снимки в один, как это делал алгоритм HDR+. Но тут появляется другая проблема. Мы можем зафиксировать наш телефон, но не нашу планету, которая постоянно вращается. И, соответственно, звезды перемещаются по небу. В результате, если мы просто склеим снимки, получится либо вот так, если выравнивать фотографию по земле, либо вот так, если выравнивать по звездам. И то и другое не годится. Поэтому в дело вступает наша любимая семантическая сегментация, в которую Google тоже умеет. Небо отделяется от земли, и каждый из участков фотографии выравнивается и обрабатывается по-своему. В результате чего мы получаем чистое сияющее ночное небо и детализированный земной пейзаж. Да-да, очень прикольно, скажете вы, но где же мне найти ночное небо, если я живу в большом городе? Самое интересное, что этот режим работает отлично и для обычной ночной фотографии, и причем качество снимков получается сравнимое с полноценными большими фотоаппаратами за много денег. Вот для сравнения снимок на Sony A7R III с длинной выдержкой и снимок на Pixel в астро-режиме. Правда, в этом случае смартфон снимает меньше 4 минут, где-то 2-3. И любопытно, что результат получается близким к тому же iPhone 11, который тоже умеет чувствовать, что его закрепили или поставили на штатив, но выдержка там идет всего 20-30 секунд максимум. Можете сами изучить кадры по ссылке в описании, как обычно, но в этой битве, как вы сами видите, Pixel побеждает. И в завершении мое любимое. Вся эта астрофотография — это чисто софтверная история, так что вы совершенно спокойно можете поставить порт Google камеры на свой Android смартфон и также наслаждаться этим режимом. Но в зависимости, наверное, от самих камер, результат будет немного отличаться, но, тем не менее, это, по сути, доступно всем. Обязательно пишите в комментариях о своих экспериментах. Мне лично будет очень любопытно посмотреть, на каких смартфонах удалось запустить астро-режим и как он там отработал. Это Дроидер, с вами был Валерий Истишев. Не забывайте подписываться на канал, ставьте ролику лайк, если вам нравится, и до встречи в будущем. Маленький лайфхак для ночной съемки. Возьмите с собой фонарик, желательно направленный. Придется, конечно, стоять 4 минуты и подсвечивать какую-то постройку, но именно так я снял вот эту вот антенну, потому что человек стоял и светил на нее все эти 4 минуты. Если этого не делать, то она не будет так сильно выделяться. Ну, а также вы видели, если закрепить направленный фонарик, то получится аналог светового меча. Можно запечатлеть даже его луч. Это ни в коем случае не реклама фонарика, он даже не мой, я позаимствовал его у друга. Еще бывают крышечки разных цветов, и можно рисовать светом.